Зелёная волна Я его коротко представлю. Владимир Николаевич Бренделев – кандидат физико-математических наук, был советником губернатора по вопросам экономики, был депутатом Воронежской городской думы, курировал экономический блок. И поэтому, естественно, что речь у нас сегодня пойдёт об экономических вопросах. Ну, кроме того, я напомню нашим телезрителям, для тех, кто не знает, просто откроем глаза, что мы с Владимиром Николаевичем являемся с авторами концепции устойчивого развития, социально-экономического развития Воронежской области, которая была написана относительно небольшим коллективом воронежских учёных, воронежских учёных, депутатов Государственной думы. И вот она была с энтузиастом, вроде бы на каком-то этапе принята нашей областной администрацией, потом про неё забыли. Но про неё не забыл генерал Лебедь, когда шёл на выборы губернатора в Сибири. И вот те тезисы, которые разработали экономические, социально-экономические тезисы, которые мы разработали для Воронежской области, он с успехом использовал в своей предвыборной кампании. И отчасти поэтому он и сумел выиграть. Вот, Владимир Николаевич, как вы считаете, вот эта концепция, она забыта, заслужена, не заслужена, может быть, стоит оттуда что-то взять? Какая ситуация сейчас с экономической стороны по Воронежской области? В том числе и в вопросах экологии, мы об этом ещё будем говорить. Ну, конечно, времена сейчас во многом изменились. Но, конечно, некоторые вещи из этой концепции можно было взять. И что самое главное, конечно, что сейчас очень сложно говорить об устойчивости развития. Вот, к сожалению, вот никак нельзя гарантировать, что развитие будет устойчиво. Мы находимся в той ситуации, но все знают, что вот у нас уже в стране 10 лет не растёт валовый продукт. То есть, страна находится в кризисе. Тем более, что, вообще-то, вот, остальной мир развивается довольно успешно. Там же хорошо растёт ВВП. То есть, все рассказы о каком-то там глобальном кризисе, ну, они не соответствуют, мягко говоря, действительности. Я могу сказать, что за последние 25 лет мировой ВВП валовый продукт не рос один-единственный год. То есть, как бы в мире всё хорошо, а вот у нас не растёт. Ну, естественно, Воронежская область – это часть России. И поэтому, конечно, вот те проблемы, которые есть у нас в стране, они, конечно, распространяются и на нашу область. Ну, вот давайте начнём всё-таки с экологии, а потом перейдём уже к таким более хозяйственным и более таким личным вопросам, которые касаются каждого. Вот я знаю твёрдо, что на вопросы экологии от любого бюджета, ну, допустим, от районного, от федерального, от регионального, должны быть использованы, ну, примерно 12% средств. У нас в Воронежской области используется сотая доля процента. Как вы считаете, вот нужно пересматривать существующее положение? И можем ли мы рассчитывать серьёзно на улучшение экологической обстановки, то есть на то, чтобы у нас стало больше чистых зон, зелёных зон, на то, чтобы у нас стали чище реки, чище вода и так далее, без увеличения финансов? Нет, ну, конечно, финансирование бы надо увеличивать, потому что когда расходуются там какие-то доли процента, серьёзно говорить об экологии нельзя. Ну, в чём здесь проблема с точки зрения экономики? Вот, допустим, если посмотреть на топ-5 с экономической точки зрения, по выручке производств Воронежской области, на первом месте оказывается минудобрение. Сами понимаете, это производство вредное вообще-то, так сказать, и причём 90% удобрения же идёт за рубеж, даже 95% подчас. То есть здесь, так сказать, просто ухудшается экологическая обстановка, а, соответственно, Воронеж, Воронежская область имеет, в общем-то, мало от этого чего. Ну, и потом, конечно, дело ещё в том, что и целиком Россия сейчас, конечно, это такой сырьевой придаток. И Воронежскую область, она, в общем-то, превращается и уже превратилась в такой ваграрно-сырьевой придаток. Увы, это так. Вот, если посмотреть на ведущее предприятие по выручке, если посмотреть на инвестиционные проекты, то такая сырьевая направленность. А сырьевые придатки, они не могут жить хорошо, у них действительно мало денег. Вот в этом серьёзная очень проблема и России целиком, и нашей области. Ну, что касается сырьевого придатка, здесь можно поспорить, ведь Воронеж был одним из самых развитых промышленных центров Советского Союза. 60 с лишним тысяч трудилось только на авиазаводе. 60 тысяч – это население небольшого города. Мехзавод наш, КБХ, всемирно известные такие центры, да много чего. Ну, и сельское хозяйство, естественно. У нас чернозём – самый плодородный слой земли. Куб нашего чернозёма является эталоном плодородия, который представляет Советский Союз, теперь Россию, во Франции на постоянно действующей аграрной выставке. Поэтому я думаю, что как вот с таким положением, что мы являемся сырьевым придатком, ну, тут либо чья-то субъективная вина, либо вот объективно никак мы под это не можем попасть. Ну, точнее, мы не должны были попасть. Не должны были. Да, вот в советские времена Воронеж действительно был крупным промышленным центром. Но, увы, сейчас это уже совсем не так. Причём, значит, 90-е годы, ну, наша промышленность Воронежская ещё пережила. Ну, её потрепало довольно сильно, но пережила. Но в нулевые годы, вот во время правления губернатора Кулакова, к сожалению, Воронежская промышленность была фактически уничтожена. Я могу, так сказать, об этом говорить совершенно точно. Дело в том, что я как раз при двух председателях Думы был научно-технический совет. Вот и Александр Тимофеевич у него входил тоже. Да, я был учёный секретарь. Да, а я был заместителем председателя совета. Значит, и, соответственно, я занимался всеми знаковыми делами. Вот, когда, так сказать, уничтожалась воронежская промышленность, занимался я. Вот если посмотреть на топ, скажем, пять крупнейших предприятий Воронежской области, там вообще нет ни одного предприятия из Воронежа непосредственно. Минудобрения, так сказать, вот аграрные, да, там предприятия. Но дело в том, что, увы, получается, что такое ситуация сырьевого придатка. Вот крупные предприятия, да, которые выпускают, там, нужное дело, конечно, вот, аграрный сектор. Но, понимаете, платить за это приходится воронежцам, а цены растут. Вот, вот, даже, так сказать, за последние три года где-то цены на 48% выросли на продукты питания. Понимаете, платить приходится воронежцам. А заработать в своем городе сейчас очень сложно, вот, потому что нет промышленности. Когда мы писали вот концепцию устойчивого развития, по-моему, иногородних филиалов банков было, ну, где-то полтора десятка. Недавно я встретил одного знакомого банкира, ну, год назад примерно, и спросил, сколько же у нас сейчас. Я говорю, наверное, там чуть-чуть побольше стало. Он говорит, больше ста. Больше ста филиалов, иногородних банков, которые занимаются тем, что деньги забирают из Воронежской области. Они инвестируют, не вкладывают в Воронежскую область. Естественно, что вот после такой помощи, в кавычках, других областей, других каких-то там объединений, корпораций, не воронежских, мы оказываемся вот в такой вот экономической ловушке, в экономической яме. Что в этом случае нужно сделать? Ну, я могу сказать, что здесь вот та проблема, которая была, она не то, что ушла, она несколько трансформировалась. Значит, сейчас вот банковская система, если о ней говорить, она подвергается чистке, причем чистке, я бы сказал, необоснованной. И сейчас практически все деньги принадлежат государственным банкам. Вот, что касается, я могу сказать, за прошлый год 95% прибыли получил один Сбербанк от всей банковской системы. И даже вот Валентина Матвиенко, человек, безусловно, очень лояльный, ну, вы понимаете, да, она недавно заявила, что вот у нас такая ситуация, что здесь из 10 крупнейших банков российских, 9 государственных, и они не хотят финансировать реальный сектор. Сейчас очень актуальна такая корейская тема, и я хочу напомнить нашим телезрителям, что основной идеологией Кореи со времен Ким Ир Сена является идея чучхе. Что такое чучхе? Чучхе – это значит, не надейся ни на кого, кроме себя. Вот, что у нас такая сейчас воронежская система чучхе складывается, что мы должны надеяться только на себя? Ну, у нас, к сожалению, в России во многом такая система складывается, которая, конечно, ни к чему хорошему не приведет. Ну, что касается Кореи, я могу сказать, вот есть две Кореи, да, северная и южная. Вот, один народ, один климат, ну, рядом там все находится, граница общая, то есть все. А вот разница ВВП на душу населения – 15 раз. Ну, в чью пользу, понятно. Вот что значит вот проведение такой политики изоляции, вот, вообще-то от мира. Ну, ваша версия, почему нет денег в Воронежской области? Ну, и в России вообще. То есть проводится, увы, такая финансовая политика. Вот такая финансовая политика, зажима денежных средств. А в результате деньги, вообще говоря, перестают быть деньгами. Вот очень интересная тема. Нет, понимаете, здесь дело в том, что вот если вот Соловьев будет оппонировать, вот это будет действительно интересно. Потому что я думаю, Александр Кириллович будет отстаивать несколько иной точку зрения. То есть, а если так, я говорю, да, увы, проводится политика сжатия денежной массы. И вот во всем мире, давайте посмотрим, во всем мире, вот, экономический кризис так называемый. А почему он не разрастается? А потому что его тушат деньгами и тушат очень успешно. И только у нас вот идет такая вот пропаганда, что вот там мир вот-вот лопнет, что там сейчас кризис. А понимаете, получается ничего подобного. И инфляции во всем мире нет. Ну, а вот если, так сказать, напоследок, просто я приведу вот одну цифру. Вот, значит, в нулевые годы было очень такое хорошее исследование, сравнение российской и китайской экономики проводилось. И вот, значит, на тот момент, вот такое есть понятие, денежная масса, так называемый агрегат М2, ну, по отношению к ВВП, к валовому продукту нужно. Вот в Китае он был 185% к ВВП на тот момент, сейчас уже больше 200, в России 16%. Ну, представляете, вот разница в цифрах, 185% и 16%. Поэтому понятно, почему в Китае все растет. Работает промышленность, там новые предприятия создаются, там малый и средний бизнес. А у нас все стоит, понимаете, потому что денег нет физически. То есть они могли бы быть, так сказать, а их нет. Вот это серьезная проблема. Но, говорю, ну, вот здесь, конечно, интереснее обсудить бы с оппонентом, который имел другую точку зрения. Мы обсудим, но тут вот, когда начинают ссылаться на то, что вот это не работает, денег нет и так далее. Ну, деньги – это вот такая субстанция, которая сама по себе не появляется и никуда не исчезает. А дело в том, что все вот товарно-денежные отношения, они регулируются какими-то законами. Я считаю, что вот если не работают какие-то финансовые потоки, не работают какие-то финансовые схемы, я имею в виду большие, не то, что там пошел в магазин, что-то купил, продал, а большие потоки, то наверняка здесь мы имеем дело с несовершенством законов. Должны быть законы, которые регламентируют. Вот так можно, а вот так нельзя. И тогда всем станет ясно, понятно, ну, не всем, ну, по крайней мере, большинству, что можно делать, а что нельзя делать. Ну, я бы сказал, здесь все-таки, да, ну, есть определенные проблемы и в законах, но, например, во всем мире, скажем, Центральный банк, одной из его функций является поддержка экономики. А у нас вот Центральный банк, он занимает столько, так называемую, устойчивостью финансовой системы. Причем в результате неуспешно. Ну, такие скачки, когда, мы еще помним, всего несколько лет назад, там доллар стоил меньше 30 рублей, а сейчас больше 60. Ну, какая же эта устойчивость финансовой системы? Это совершенно другое, так сказать. Ну, главное другое. Главное, вот, ну, говорю, это опять вопрос такой очень интересный, ну, здесь, конечно, в двух словах не скажешь. Увы, политика Центрального банка и политика правительства. Все в России сидит на, так сказать, голодном пайке. Вот это, увы, политика такая. Причем мы проводим, ну, чуть не единственные в мире. Я могу сказать, все страны проводят, ну, я, естественно, там, Европа, Соединенные Штаты, Китай, Вьетнам. То есть, все страны проводят другую политику, и за счет этого, там, Южная Корея, пожалуйста. Политика-то определяется законами? Ну, не только законами, не только законами. Не, ну, что означает вот законами? Вот, вот, если, так сказать, касаться опять этой темы, у нас вот все время, вот, очень неумные люди постоянно кричат, что Российский Центрбанк – это какой-то филиал ФРС, Федеральная резервная система, это, а Федеральная резервная система – это частная лавочка, там, Ротшильдов, но это бред сивой кобылы, потому что, естественно, Федеральная резервная система – это более 6 тысяч банков, например. Вот, и, значит, что касается Российского Центробанка, ну, как закон о Российском Центробанке принимает Государственная Дума, которую у нас сейчас полностью, так сказать, патриотично. Значит, председатель Центрального банка утверждается Думой по представлению президента. Какие проблемы? Направление кредитно-финансовой политики опять-таки утверждает правительство, так сказать, и опять Центробанк. И утверждается опять Думой, в чем проблемы? Причем здесь, так сказать, какие-то Ротшильды, причем тут какая-то ФРС? Я думаю, все-таки, что вот экономика – это одна из самых древних наук, и экономика определяет, ну, если не все нашу жизнь, то очень большой какой-то сегмент, очень большой, так сказать, отрезок нашей жизни. И в этом плане я хочу такой вот пример привести, может быть, не все знают об этом, что это та информация, которую я подчеркнул из СМИ, причем неоднократно, что самая популярная книга сейчас какая, Владимир Николаевич? Ну, сейчас, как у нас, говорят, что «Капитал Карл Маркс». Да, совершенно верно. Я слышал эту информацию не раз, «Капитал Карла Маркса» – самая популярная книга, на втором месте Библия. Так почему же вот все-таки во всем мире такой интерес к тому, что вот долгое время у нас критиковали Карл Маркс, да он такой вот чуть ли не безграмотный человек, написал неизвестно что и так дальше, и так дальше. А оказывается, во всем мире-то его знают, уважают. И можно ли те принципы, которые изложены, не только в труде «Капитал», да, но и в других трудах Карла Маркса и Энгельса, то же самое, как-то адаптировать, ну, может быть, к России, а может быть, и к Воронежской области. А почему нет? Ну, совсем все-таки, конечно, Карл Маркс, это прошло уже больше 150 лет, конечно, там был другой капитализм. Ну, конечно, некоторые вещи, они вот сейчас становятся тоже интересны, потому что, ну, скажем, есть, конечно, такая сложная тема, определенные завихрения. Ну, вот, Александр Тимеевич, вы сказали, что, значит, вот экономика – наука. Ну, вот просто вот другой вопрос. Ну, во-первых, какие экономические теории брать, а во-вторых, как с этой наукой обращаться? Вот интересный вопрос. Вот скажем, вот есть статистика, да? Вот, ну, ясно, что экономику нельзя строить, какую-то экономическую политику без статистики. Если ты не имеешь статистики, это, ну, ясно, вот, достоверный хотя бы. Ну, там, плюс-минус, да? Ну, как вот строить, если ты не знаешь, что происходит, да? Ну, вот во что сейчас превратилась российская статистика – это фантастика. Вот я могу сказать, что, вот, просто интересный такой пример. Вот, ну, все знают, наверное, автомобилисты ОСАГО, да? Обязательное автострахование. Вот я внимательно следил, как оно принималось, это пробивалось страховщиками. И вот тогда, значит, общий ущерб от дорожно-транспортных происшествий в России оценивался суммой 6 миллиардов рублей. Значит, у нас было 30 миллионов автомобилей. И получалось так, что вот если каждый автомобилист заплатит 200 рублей за ОСАГО, то все компенсируется. Первое предложение были 600 рублей, ну, на развитие и так далее. Потом, там, 2 800. Сейчас уже, там, идут астрономические суммы. И вот это начала обосновывать статистика. Это была фантастика. То есть было 6 миллиардов. Вот когда власть наша начала пробивать ОСАГО, а там было много недовольных, народ тогда был не такой тупой, забитый, как сейчас. Люди протестовали. Значит, и вдруг 6 миллиардов за год превратилось в 300. А еще через несколько лет, вот как-то, значит, там, Медведев тогда был президентом, он приводил эти данные. Значит, оказалось, что каждая авария у нас, вот любое ДТП, вот там поцеловались два «Жигуленка», да, стоит более 5 миллионов рублей. Тогда было это 14 автомобилей «Форд Фокус», их стоимость. Вот любая авария, вот 14 автомобилей. А сейчас вот данные по ДТП, ущербу от ДТП, они там где-то вообще астрономически, ну, в 500 раз точно увеличились. Понимаете, ну, о чем можно говорить, о какой статистике? Если в 500 раз их можно было увеличить в угоду страховому лобби. И вот сейчас, если говорить о статистике, ну, вообще смешно становится. Вот Орешкин есть такой министр экономического развития. Вот он пришел, значит, и забрал под себя Росстат. И каждую неделю стала меняться методика подсчета. Это фантастика была, я вот следил за этим внимательно. Каждую неделю там прибавляли, убавляли, брали одни, так сказать, данные, брали другие. Потом, значит, сейчас очень интересно, рост экономики у нас. В наблюдаемых секторах роста нет, а, говорит, у ненаблюдаемых он есть. Причем большой, там под 10% идет рост. Вот, и, кстати, вот, ну, это вот не анекдот, ну, вот, я, звучит как анекдот. Значит, вот перед выбором, перед инаугурацией президента, значит, вот встречался Путин с, как раз был Орешкин, Набиулина, вот, на встрече. Значит, по-моему, Белоусов еще был. Вот, и, значит, и Орешкин предлагает Путину, говорит, как увеличить рост, вопрос стоял, как увеличить рост ВВП, валового продукта. Ну, сейчас главная проблема, все говорят, да, ВВП нужно увеличивать, чтобы экономика росла и так далее. И Орешкин говорит, а, знаете, нужно просто по-другому посчитать, вот, считать в расчете не на все население, а на людей от 15 до 64 лет. И мы сразу выйдем на мировой уровень. А вот если мы все-таки посчитаем, там, по какой-то другой методике зарплату. Вот не секрет же, что Москва, Петроград, Санкт-Петербург, там зарплаты-то очень высокие, да, где-то еще там, Ханты-Мансийск, допустим. А вот дальше-то, за пределами Садового кольца зарплата резко ниже. И в чем тут? Живем-то в одной стране. И экономика-то у нас одна, и законы у нас одни. И завода-то выпускает одну продукцию. Ну, почему ведро, которое делают в Москве, я условно говорю, да, стоит одни денег, а ведро, которое выпускают где-нибудь там в Нижнем Тагиле или в Новосибирске, совершенно других денег? Да, вы знаете, это действительно проблема, которая возникла. Вот в Советском Союзе было не так, да. Была единая тарифная сетка, да. Ну, были, конечно, надбавки и так далее, так сказать. И поэтому, ну, зарплаты были примерно на одном уровне. Ну, конечно, где-то повыше, так сказать, пониже. Где-то там региональные власти могли добавить. Но, в принципе, уровень был. А сейчас вот, да, от этой тарифной сетки отказались. Поэтому безумная разница в зарплатах. В Москве там учитель может и 150 тысяч, допустим, получать. Вот учитель, да, там 80 тысяч, там, и до 150 и так далее. Ну, а мы в регионе, хотя, ну, а чем отличаются школы, правильно? Вот это, конечно, увы, опять это вот дефекты вот такой проводимой политики. Вот. Ну, и плюс еще, конечно, сейчас, ведь все финансы, увы, стягиваются в Москву. Ну, и вот, возвращаясь к началу нашей передачи, наша передача, напомню, называется «Зеленая волна». Что нужно сделать для того, чтобы как-то вот помочь экономически, финансово, деньгами, помочь вот той катастрофе экологической, о которой все говорят? Конечно, нужно увеличивать финансирование. Ну, это будет возможно, если начнет меняться общество. Заканчивается наша сегодняшняя передача, но не заканчивается круг проблем, которые мы намерены обсуждать в будущем, обсуждать с вами вместе. Поэтому мы рассчитываем на ваши отзывы, на вашу поддержку. На сегодня все. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok